Всем привет, с вами канал Science Daily и это новости науки и космоса. Самолет с самым большим размахом крыльев только что преодолел еще один важный рубеж. В субботу 13 мая самолет-носитель ROG компании Stratolounge успешно прошел первое испытание, в котором прототип гиперзвукового аппарата Tailon был сброшен над Тихим океаном у побережья Центральной Калифорнии. Прототип Tailon 0 не был оснащен двигателем и поэтому, выполнив различные маневры скольжения, упал в воду, полностью разрушившись. По словам представителей компании Stratolounge, все прошло как запланировано. Необходимые телеметрические данные были получены, что открывает путь для еще более амбициозных испытаний в ближайшие месяцы. Компания теперь переходит к подготовке к первому гиперзвуковому полету в конце этого года. По словам представителей Stratolounge, самолет ROG поднялся в воздух из воздушно-космического порта Мохаве в Южной Калифорнии в субботу чуть позже 9 часов утра по местному времени, начав 11-й испытательный полет. Самолет ROG, размах крыльев которого составляет 117 метров, а масса 230 тонн, нес между двумя фюзеляжами летательный аппарат Tailon 0. Длина планера Tailon 0 составляет 8,5 метров, ширина 3,4 метра, а масса 2,7 тонны. Гигантский самолет направился на запад и в конце концов сбросил Tailon 0, когда находился у побережья Калифорнии. После чего самолет ROG вернулся в аэропорт, совершив посадку примерно через 4 часа после старта. Компания Stratolounge была основана в 2011 году и первоначальной целью компании был воздушный запуск ракет, поднимаемых высоко в атмосферу на борту самолета и стартующих из-под его крыла. Похожие цели были у компании Virgin Orbit, которая недавно объявила о банкротстве. Однако в 2019 году планы компании Stratolounge изменились. Было принято решение использовать самолет ROG как платформу для гиперзвуковых исследований и разработок. И для этого была разработана серия роботизированных гиперзвуковых аппаратов Tailon. В хвостовой части этого летательного аппарата находится двигатель, который может разгонять планер до скорости в 6 махов. Общая длительность гиперзвукового участка полета планера должна составить более минуты. Предполагается, что в будущем аппараты Tailon будут нести полезную нагрузку от различных частных компаний и государственных агентств, разрабатывающих те или иные технологии для гиперзвуковых полетов. Благодаря состоявшемуся успешному испытанию первый гиперзвуковой полет планера компании может состояться уже через несколько месяцев.